здравствуйте дорогие друзья новая неделя новая недельная глава мишпатим воскресенье время майс давайте сегодня поговорим о чем о языке мудрецы говорили что язык один из немногих органов тела который постоянно находится в лежачем положении это учит нас тому что не следует пускать его в ход безрассудном а наоборот надо тщательно контролировать его использование мудрецы говорили что ничего не так не пойдет на пользу человеку как сдержанность в словах вообще с этим надо быть осторожным с тем что говоришь тем-то так сказать выносишь мир несколько довольных лягушек прыгали через лес майса такая беседы о своих лягушачьих делах там и вдруг двое из них две из них свалились в глубокую яму оставшаяся большая группа со всех сторон окружила яму чем она может помочь подружкам обсуждают увидев насколько глубокая яма они пришли в ужас сказали что дело безнадежно и этим двум несчастным говорят что примите свою судьбу уже все не желая принять эту участь обе лягушки начали прыгать старались как могли высоко некоторые лягушки кричали сверху что это безнадежно чтобы оказались такой ситуации надо быть хотя бы ответственными покорными лягушки кричали что поберегите силы сдайтесь вы обречены все равно а лягушки продолжали прыгать две которые попали несколько часов полностью изнуренные в конце концов одна лягушка прислушалась к словам приятельницы разочарованная она поняла что обречена легла на дно ямы и умерла другие лягушки смотрели на это и наблюдали за горем переживали а вторая лягушка она вкладывала все силы в прыжок прыгала прыгала и подружки уже видят что призывают и смирись перестань ты просто причиняешь себе боль и там она прыгает и вдруг раз чудо наконец от какой-то момент раз и выскочила изумленные лягушки окружили там празднуют ее освобождением спрашивают почему ты продолжала прыгать мы же тебе говорили что это невозможно а а удивленная лягушка говорит что слушайте она по губам смотрит так я глухая и когда вот я видела ваши крики жесты думала что вы подбадриваете меня и все действия я воспринимал как вдохновляющие чтобы меня еще еще раз еще раз в этой короткой истории написали мудрецы заключен очень глубокий смысл в книге притчей написано языку под власть на жизнь и смерть и вот наши разрушительные слова они могут стать причиной глубоких ран они могут стать оружием могут разрушить чье-то стремление продолжать попытки вырваться или даже жить вообще иногда уничтожающим небрежные слова могут унизить кого-то пошатнуть репутацию иметь сильное влияние вообще на на то что происходит и наоборот вдохновляющие слова и слова поддержки иногда могут поднять человека кому-то помочь кому-то дать возможность преодолеть препятствия потому что все в наших руках опираясь на то что дает нам небо будьте осторожны с тем что говорите мудрецы сказали что слова обладают громадной силой если у вас добрые слова воодушевляющие слова похвала то скажите не будет а кому-то прислушайтесь к своему сердцу действию надо понять что кто-то ждет ваших слов но только слов правильных еще сказали мудрецы прежде чем реагировать на что-то неприятное надо проспать ночь то что вы сказали сегодня вы уже всегда сможете сказать завтра но то что сорвалась языка назад уже никогда не воротишь браха вы от слаха хорошей недели мудрецы